Мирная акция протеста экоактивистов в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе продолжается уже 34 день. Международный суд ООН проведет публичное слушание по обращению Азербайджана против Армении по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В Иране казнили бывшего замминистра обороны страна Лизак Пария. Он был осужден по обвинению в сотрудничестве с британскими спецслужбами и шпионаже в пользу Великобритании. Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана против незаконной эксплуатации месторождения полезных ископаемых на территории временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе продолжается уже больше месяца. Автомобили, принадлежащие российскому миротворческому контингенту и Международному комитету Красного Креста, беспрепятственно приезжают через территорию проведения мирной акции. Известно, что представители иностранных СМИ также посетили территорию проведения акции и ознакомились с ситуацией на месте событий. За ходом акции следит съемочная группа нашего телеканала. С нами на связи корреспондент Ханнар Мехтеев. Ханнар, добрый день. Мы видим, что погода снежная на месте проведения акции. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Олег. Да, погода снежная, но очень холодная, где-то минус 11 градусов, но это не действует на ход акции, потому что настрой на высшем уровне. И хотелось бы сказать, что свободный проезд гражданского транспорта продолжается беспрепятственно на дороге Лачин и Ханкенди, где происходит акция протеста против эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев. И хотелось сказать, что где-то пару часов тому назад по этой дороге проехало 4 автомобиля Международного комитета Красного Креста и один автомобиль охраны проехали по этой дороге из Ханкенди в сторону Лачин. Затем 12 автомобилей российских миротворцев тоже из Ханкенди проехали беспрепятственно в сторону Лачин. И мы думаем, что за день десятки автомобилей проедут беспрепятственно и свободно. И наши экоактивисты съехали с дороги и открыли коридор свободному проезду этих автомобилей. Азербайджан всегда подчеркивает, что не будут создаваться никаких препятствий проезду автомобилей с грузом гуманитарного характера. А если говорить об акции, уже 34-й день и протестующие начали этот день, как и другие дни, с государственного гимна Азербайджанской республики. И как вы сейчас слышите, они скандируют различные лозунги на трех языках, на азербайджанском, на русском и на английских языках. Они говорят, что будут идти до конца, пока их требования не будут выполнены. А требования наших экоактивистов это то, что российский миротворческий контингент разрешил нашим экологам проводить мониторинги, где происходит незаконная эксплуатация месторождения полезных ископаемых под временным контролем российских миротворцев. И если сказать, несмотря на погоду, на температуру, у всех настрой на высшем уровне, мы тоже наблюдаем за акциями. И если что-то будет новая информация у нас, мы передадим вам, пока что вся информация у меня такая. И слово передаю вам. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ханлар. Ханлар Мехтев, наш корреспондент, который следит за ходом акции, выходил на прямую связь с участка дороги Лаченхан-Кянди. Организация тюркских государств осуждает незаконную эксплуатацию природных ресурсов в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом говорится в заявлении секретариата ОТГ. В заявлении организации отмечается, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Карабаха, контрабанда их в Армению, незаконное присутствие отстатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и минирование территории не служит нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе уважения и взаимного признания территориальной целостности, обеспечения суверенитета, мира и стабильности в регионе. Организация тюркских государств в этой связи поддерживает все усилия Азербайджана и экоактивистов, призывая немедленно положить конец незаконным действиям. Секретариат ОТГ также поддерживает мирные протесты экоактивистов, представителей неправительственных организаций на дороге Лачингхан-Кянди и принимает мирную повестку дня, выданную Азербайджаном для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении. 31 января Международный суд ООН проведет общественные слушания в связи с иском Азербайджана против Армении по Международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в сообщении Международного суда. Суд намерен рассмотреть второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в ответ на преднамеренное нарушение Армении прав азербайджанцев, отмечается в сообщении. В слушаниях, которые пройдут во Дворце мира в Гааге, примут участие дипломатические миссии и ограниченное количество представителей общественности. Напомним, что второй иск против Армении в Международный суд ООН Азербайджан подал 3 января. 14 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Турцией и Азербайджаном. Посол Турции Джагид Бахчи поделился публикацией в связи с 31 годовщиной установления дипоотношений. Да, здравствует турецко-азербайджанское братство, Шушинская декларация. Это конституция наших отношений, которые будут длиться вечно, отметил дипломат. На прямой связи с нашей студией депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Малим, добрый день. Здравствуйте, Алим. Расим Малим, итак годовщина установления, 31 годовщина установления дипоотношений между Турцией и Азербайджаном. Понятно, что обсудить и дать какую-то оценку вот этому 31-летнему периоду в рамках вот такой выпуска новостей будет очень сложно. Но тем не менее, вот если пунктирно по каким-то основным пройтись событиям, вот этот путь, который прошли Турция и Азербайджан за 31 год, как бы вы его охарактеризовали? И вот посол Турции особо отметил в своем сообщении Шушинскую декларацию. Олег, ну вот посмотрите, в советское время в Баку было консульство Ирана и Ирака, а вот консульство Турции открыть здесь не позволили. Для того, чтобы поехать в Турцию, нужно было, в общем, ну пройти через очень много инстанций, потому что всячески ограничивали не только политических, тогда о политических контактах и речи не было. Даже культурное взаимодействие Азербайджана и Турции всячески ограничивалось со стороны центральных советских органов. И только уже когда началась перестройка, здесь открылось консульство Турции. Ну и Турция практически буквально через две недели после того, как было объявлено о распаде СССР, трансформировала свое консульство. То есть, ну признание Азербайджана Турция осуществила еще и до того, как СССР формально прекратил свое существование. Но как только, значит, было объявлено о том, что СССР распущен, Турция свое консульство преобразовала, трансформировала в полноценные посольства. Это было первое государство, которое подобный шаг совершил. Ну и за это время, конечно, пройден гигантский путь. Ну от того, что начиная с того, что было разглашено одна нация, два государства. Ну сегодня, например, Турция является сегодня первым торгово-экономическим партнером Азербайджана. Азербайджан является сегодня, несмотря на то, что мы среднее государство по своим масштабам, Азербайджан сегодня стал первым зарубежным инвестором в Турции. И в Турции реализованы проекты общим объемом десятки миллиардов долларов со стороны Азербайджана. И это тоже показатель того, что мы, в общем, действуем как практически, ну если не единое государство, но очень тесно связанные экономически с друг другом государства. У нас вместе развивается полноценно военно-промышленный комплекс. Объявлено о том, что к 2025 году азербайджанские вооруженные силы будут настолько интегрированы с турецкими вооруженными силами, что их можно рассматривать как единую армию. У нас полностью идет кооперация во внешней политике. Мы по всем основным вопросам проводим оперативную консультацию турецким с азербайджанским, азербайджанским и турецким и действуем консолидированные. Консолидированные работают наши диаспоры. И это, ну я уже не говорю о том, что культурные связи развиваются, человеческие связи развиваются. До 100 тысяч граждан Турции проживают на территории Азербайджана и в еще больших масштабах граждане Азербайджана проживают на территории Турции. И это все позволяет нам намного повысить эффективность нашего взаимодействия как вовне, так и внутри наших государств. Ну и я не могу не отметить того факта, что Азербайджан и Турция являются мотором тюркской интеграции. Именно Азербайджан и Турция продвигали начальность создания Совета тюркских государств, а сейчас и организации тюркских государств. И такая консультация, конечно же, укрепляет внешнеполитические позиции и Турции, и Азербайджан. Вот, Расим Малим, вы меня опередили. Я хотел, оттолкнувшись от той информации о том, что не было консульства Турции в Баку. Вы упомянули про консульство Ирака на улицах Агани. Вот, в принципе, эти попытки помешать сотрудничеству тогда Азербайджанской ССР с Турцией. Было ощущение, что руководство Советского Союза... Ну, не было ощущение, это действительно было так, оно делало это специально. А вот в рамках организации тюркских государств сейчас, какие перспективы у этой организации, во что она может вырасти в будущем, в плане интеграции всех тюркских народов и тюркоязычных народов? Конечно же, в первую очередь, кооперация. То есть, кооперация турецких и тюркских государств позволяет повышать и экономическую эффективность, и одновременно противодействовать тем силам, которые хотели бы превратить эти тюркские государства в сферу своих доминирующих влияний. Ну, с такими притязаниями выступая до сих пор. Россия. Подобные амбиции есть у Китая. И, в общем, если тюркские государства будут консолидированными, никто не говорит о том, что надо оградиться от России или оградиться от Китая. Ну, превращаться в вассальные государства, подчиненные этим державам, или превращаться в их эксклюзивную сферу влияния, безусловно, ни одному тюркскому государству подобное неинтересно. А с учетом того, что Турция, вообще-то, экономически входит в 20-ку самых развитых государств. У нее вторая по мощи армия в НАТО. И это позволяет тюркским государствам, новым, независимым, но уже не таким же новым, больше 30 лет нашей независимости, опираясь на авторитет, поддержку, возможности Турции развиваться именно как независимое государство, а не предаток какой-либо из больших держав, которые граничат с тюркскими государствами. Это касается, ну, первыми, вот благодаря такой поддержке, Азербайджан смог, в общем, утвердиться на международной арене, как в экономическом, энергетическом отношении, так и политически, как независимое государство. И вот это, вот такая консолидация, без того, чтобы, ну, скажем, подчинить кого-то друг другу, но оказывать поддержку, вместе развивать военно-промышленный комплекс, энергетический комплекс, транспортный комплекс, это позволяет, безусловно, повышать субъектность, независимость каждого из государств тюркских, которые входят в организацию тюркских государств. Расим Малам, развитие и успехи военно-промышленного комплекса Турции способствуют интенсификации сотрудничества Турции и государств Средней Азии, например? Конечно, ведь, в общем, если у тебя нет своих вооружений, и ты зависишь от поставок от какого-то другого государства, причем ведь вопрос не только в том, что они тебе продали оружие. Продали оружие, но запасные части к этому оружию, техническое его обслуживание, боеприпасы, они тебя делают зависимым от внешних сил. Турция за годы, вот, последние 30 лет, если раньше она только примерно 20-25% потребностей своих вооруженных сил обеспечивала за счет собственных ресурсов, собственного производства. Сейчас Турция фактически вышла уже на уровень 90% обеспечения собственных вооруженных сил и вооружением, и боеприпасами, и техникой. И, в общем, Турция сегодня продает на внешних рынках продукции ВПК больше, чем сегодня импортирует. Конечно же, это придает гораздо больше самостоятельности Турции, в том числе и в проведении своей внешней политики. Зависимость ее, которая существовала прежде от Соединенных Штатов Америки, от европейских поставщиков, снизилась и повышается субъектность Турции в отстаивании собственных интересов. Ну, понятно, что, допустим, чем больше у тебя рынок и чем шире кооперация, тем более твоя продукция становится конкурентоспособной. Ну, и я думаю, что Азербайджан, у нас есть определенные финансовые ресурсы. И развивая свой военно-промышленный комплекс кооперации с Турцией, мы повышаем эффективность вот этого производства и свою самостоятельность субъектности. И если к этому подключаться и Казахстан, и Узбекистан, у нас свой емкий рынок появляется. И, естественно, продукция, которая производится нашим, ну, скажем, общим военно-промышленным комплексом, у нас бывает востребованной и конкурентоспособной на третьих рынках. Поэтому я думаю, что у такой кооперации большая перспектива, и от этого выиграет каждый, из включенных в этот процесс, государство. Расим Алим, я благодарю вас за комментарии. Большое вам спасибо. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Продолжаем выпуск. Казнен бывший замминистра обороны Ирана Алирза Акпари, обвиняемый в сотрудничестве с британскими спецслужбами и шпионаже в пользу Великобритании. Об этом официальное заявление распространила судебная система Ирана. По имеющимся данным, Алирза Акпари собирал и целенаправленно передавал британской разведке важную информацию о стране. В официальном заявлении сообщается, что за передаваемую информацию и другие действия, представляющие угрозу для безопасности страны, он получил около 2 миллионов евро, 265 тысяч фунтов стерлингов и 50 тысяч долларов. Алирза Акпари, имеющий двойное гражданство Ирана и Великобритании, был арестован после длительной и многоуровневой спецоперации контрразведки, включавшей технические средства и передачу дезинформации. Отмечается, что он передавал информацию о секретных и стратегических центрах страны в секретную разведывательную службу Великобритании, известную как МИ-6. О приговоре к смертной казни стало известно 12 января. Ранее BBC опубликовала аудиосообщение бывшего чиновника, на котором он признался, что его пытали на протяжении 10 месяцев и заставляли на камеру признаваться в преступлениях, которых он не совершал. К немедленному освобождению бывшего чиновника призывал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, назвав приговор политически мотивированным актом барварского режима. Осуждения со стороны Швеции, прошедшей в Стокгольме, акции сторонников Рабочей партии Курдистана, недостаточно. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлю Чавушоглу на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Антонио Таджани в Анкаре. Комментируя провокационные действия сторонников террористической организации в Стокгольме, главами Турции подчеркнул, что Швеция не сможет избежать ответственности за провокации, устраиваемые пособниками террористов РПК. Чавушоглу также отметил, что в Анкаре ожидают от Стокгольма выполнения обязательств в рамках трехстороннего меморандума, подписанного Турцией, Финляндией и Швеции на полях последнего саммита НАТО в Мадриде. Власти Швеции несут прямую ответственность за произошедшее, и они не смогут уйти от ответственности, ограничившись одними лишь осуждениями. Провокация со стороны РПК в Стокгольме – это проявление ненависти и ксенофобии. Швеция обязана бороться с подобного рода преступлениями. На этот раз провокация имела место в самом центре столицы, у здания городского муниципалитета, на глазах у общественности. Швеция обязалась предотвращать подобного рода действия, но они продолжаются. Ранее премьер-министр и глава МИД Швеции осудили провокацию сторонников террористической организации против Турции перед ратушей в Стокгольме. Сама акция была организована 12 января сторонниками террористической организации РПК, в которой приняли участие несколько сотен человек. Надеясь, демонстрировалась символика рабочей партии Курдистана, звучали оскорбления в адрес президента Турции. Турецкого лидера Раджа Патайпа Эрдогана по праву можно назвать самым успешным политиком 2022 года. Больше всего он запомнился как главный посредник урегулирования российско-украинского кризиса. В 2023 году глава турецкого государства намерен превратить свою страну в мирового лидера в политике и экономике. Сегодня Турция играет роль одного из ведущих глобальных игроков. Анкара демонстрирует показательный пример ведения внешней политики. На этом фоне особенно выделяются усилия турецкого лидера Раджа Патайпа Эрдогана. От решений этой страны сегодня зависит многое. Например, членство в НАТО таких скандинавских стран, как Финляндия и Швеция. 18 мая 2022 года они подали заявки на вступление в Альянс. Однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в интервью шведской газете выразил уверенность в том, что Турция все-таки ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО. После того, как 8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон заявил, что Турция предъявляет шведские условия, которые невозможно выполнить. В последнее время ту политику, которую ведет турецкое руководство, баланс внешней политики между Западом и Востоком, особенно в украинском кризисе и сирийском кризисе, очень сильно привлекает внимание на мировом масштабе. Также активно растет роль, так скажем, Турции как посредника мировых проблем, сирийском, украинском, других конфликтах, таких как в Восточном Европе, Балтанах, я имею в виду, между Косово и Сербией. Последние несколько лет мы наблюдаем, как Турция из достаточно крупной региональной державы превращается уже однозначно в мировую державу и ведет диалог на равных со многими государствами в первую эшелону со сверхдержавами США, Россия, Китай. Конечно же, во многом это заслуга нынешнего президента Турции Эджепа Тейпа Эрдогана. С 24 февраля 2022 года, когда начался конфликт между Россией и Украиной, Турция взяла на себя посредническую миссию в урегулировании отношений между двумя странами. Благодаря усилиям властей Турции в Анталии в марте 2022 года прошла встреча глав МИД России и Украины. Встреча дипломатов двух стран в Стамбуле состоялся обмен пленными между Москвой и Киевом. И, наконец, в июле было заключено соглашение по вывозу украинского зерна. Очень важно. Это все ему помогает, то есть внешнеполитических вопросов. Еще одним внешнеполитическим треком Турции является Сирия. Президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган заявил, что он готов встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом, чтобы способствовать миру и стабильности в Сирии. В конце декабря 2022 года впервые за 11 лет в Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции. Стороны обсудили сирийский кризис и проблемы беженцев. Можно сказать, что самым важным пунктом повестки внешней политики Турции сейчас являются угрозы на севере Сирии и, естественно, на море. Можно сказать, что под носом у Турции были проведены десятки учений. Неоднократно подвергались атакам турецкая армия и турецкий флот. Чтобы преодолеть эти проблемы, Турции нужно твердо стоять на ногах и верить в себя. Стойкость, решимость турецкого президента, умение вести многовекторную политику помогают выстраивать дружественные отношения с другими странами и их лидерами. У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может быть, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово. Мужчина. Если достигнута какая-то договоренность, если ударили в руках, то можно быть уверенным, что Анкара будет исполнять любые взятые на себя пункты договоров или даже устных соглашений. И в этом она надежный партнер. В 2023 году Турция поставила перед собой цель – стать одним из мировых лидеров политики и экономики. В текущем году в стране пройдут президентские и парламентские выборы. Эрдоган намерен баллотироваться в президенты в третий раз. Мировые СМИ уже назвали эти выборы самыми важными в 2023 году. Министерство обороны России заявило о взятии города Солидар в Донецкой области. По утверждению ведомства, город был захвачен вечером 12 января. Российская Миноборона утверждает, что взятие Солидара позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в расположенном южнее более крупном городе Бахмут, бывший Артемовск. Вечером 12 января завершено освобождение города Солидар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Установление полного контроля над Солидаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в котел оставшиеся в нем подразделения вооруженных сил Украины. Между тем, украинская сторона третий день подряд отрицает взятие Солидара российскими войсками. Так, в традиционном видеообращении к народу президент Украины заявил о продолжении боев за населенный пункт. Тяжелая битва за Донечину продолжается. Битва за Бахмут и Солидар, за Кременную, за другие города и села Востока страны продолжается. Хотя враг и сосредоточил самые большие свои силы именно на этом направлении, наши войны защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта и офицера бригад других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи. Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках Черноморской зерновой инициативы. По ее словам, блокировка некоторых украинских портов привели к сокращению украинского экспорта продовольствия на около 30%. Наша цель состояла в том, чтобы все стороны разрешили свои проблемы посредством диалога и дипломатии. Но год назад Россия выбрала иной путь. Президент Путин решил нанести удар в самое сердце устава ООН. Сегодня мы все ощущаем прямые и косвенные последствия этой бессмысленной войны. Так война России в Украине резко обострила глобальный продовольственный кризис. По оценкам Всемирной продовольственной программы, более 345 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия или находятся в группе риска. В этой связи мы благодарим Турцию и генерального секретаря ООН за помощь в реализации Черноморской зерновой инициативы, которая сыграла решающую роль в обеспечении продовольствием голодающих в мире. Созываемые западными странами заседания Совета безопасности ООН по Украине напоминают ярмарку лицемерии. Об этом, в свою очередь, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Непензе. По его словам, ответственность за отсутствие диалога между Москвой и Киевом лежит именно на украинской стороне, которая ранее отвергала возможность диалога с российским руководством. У хорошо известного в нашей стране британского писателя Уильяма Теккера есть роман ярмарка тщеславия. Нам же заседания по Украине, созываемые нашими бывшими западными партнерами, все больше напоминают ярмарку лицемерия. Причем лицемерие представителей коллективного Запада и киевского режима приобретают весьма причудливые формы. Я хотел бы напомнить, что с 30 сентября 2022 года сама возможность диалога с нашей страной была исключена украинским же законодательством. Указом номер 679 Зеленский дословно констатировал невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Путиным. Ничем иным, как стремлением Киева и его западных спонсоров продолжать битву до последнего украинца, эту законодательную провокацию объяснить нельзя. В Вашингтоне состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисидо. В ходе переговоров политики затронули укрепление военного союза в целях недопущения угроз со стороны России, Китая и Пхеньяна. Лидеры двух стран отметили, что Москва стала представлять большую опасность после начала специальной военной операции в Украине. Пекин из-за все более напористой политики, а Пхеньян опасен за счет разработки ядерного оружия. В ходе своего визита премьер-министр Японии считает решение Токио изменить политику в отношении России на фоне ситуации вокруг Украины очень сложным, но правильным как для самой Японии, так и для всего мира. В прошлом году я принял два важных решения в сфере внешней политики и обороны Японии. Первая из них касается изменения нашей политики в отношении России в качестве ответа на агрессию против Украины. Второе это изменение политики национальной безопасности Японии путем пересмотра трех основополагающих документов. Стратегии национальной безопасности, стратегии национальной обороны и плана развития оборонного потенциала. Это были очень сложные решения, влекущие за собой последствия для будущего Японии и мира. В то же время я верю, что эти решения были правильными для нашей страны и всего мира. Премьер-министр Японии Фомио Кисида на состоявшейся встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты «Тамагавк» в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала. Кисида отметил, что Япония и США находятся в беспрецедентной, суровой и сложной обстановке в сфере безопасности. Глава японского правительства подчеркнул, что решение вопроса с приобретением ракет «Тамагавк» нужно решать безотлагательно. В свою очередь президент США высоко оценил укрепление Японии и ее оборонного потенциала, упомянув утверждение новых стратегий национальной безопасности и обороны. Он подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов обороне Японии. «Я думаю, наши страны никогда еще не были так близки. Мы разделяем демократические ценности. Это источник нашей силы, нашего союза. Мы модернизируем наш военный союз. США в полной мере привержены этому сотрудничеству и, что еще важнее, обороне Японии. Помимо этого, мы тесно взаимодействуем по вопросам экономики и технологий, а также стремимся привлечь к ответственности Москву в связи с ситуацией в Украине. В сравнении с тем, чтобы понять, как нам более тесно работать друг с другом, более сложной задачей является выяснить то, как и в чем мы расходимся во мнениях». Кроме того, на встрече Соединенные Штаты Японии договорились о расширении взаимодействия в сфере освоения космоса. Соответствующее соглашение подписали руководители внешнеполитических ведомств двух стран в штаб-квартире Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. «Это рамочное соглашение выведет наше сотрудничество на новый уровень. Оно укрепит наше партнерство в таких сферах, как исследования в области космических технологий и транспортировки, миссии на поверхности Луны с применением робототехники, миссии, связанные с климатом, а также в том, что касается нашей общей идеи, сделать так, чтобы японский астронавт высадился на поверхность Луны». В ноябре прошлого года Вашингтон и Токио подписали соглашение, в соответствии с которым Японии предоставляется возможность направить одного астронавта на разрабатываемую США окололунную станцию Gateway. Ее строительство планируется завершить в 2028 году. Взамен японская страна взяла на себя обязательство обеспечить доставку на объект необходимых материалов. Застреливший бывшего премьера Японии Синзуабе 41-летний Цецуэ Ямагами признан вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года. Абе был убит 8 июля прошлого года во время выступления на митинге. Убийство бывшего премьер-министра Японии вновь привлекло внимание к череде резонансных убийств политических лидеров, имевших место быть в различные годы. За последнее столетие мировая новостная повестка неоднократно сотрясалась сообщениями о политических убийствах и покушениях. Как правило, эти преступления глубоко затрагивали будущие стран и даже регионов. Самое громкое убийство за последнее время произошло 8 июля 2022 года в Японии, где бывший премьер-министр Японии Синзо Абе умер от огнестрельного ранения. Покушение на Абе произошло около полудня, когда политик выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в Верхнюю палату. Он был экстренно доставлен в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, жизнь политика оборвалась в возрасте 67 лет. Прискорбно, что премьер-министр Японии был убит. Похоже, что человек, который совершил это ужасное деяние, был не в себе. Проблема в том, что публичные персоны должны быть рядом с народом, а это подразумевает определенный риск. Поэтому должна быть некая дистанция, которая позволяла бы им сохранять публичность, быть на связи с избирателями, но в то же время находиться в безопасности от той небольшой группы людей, которая так сильно настроена против них, что может пойти даже на убийство. Одним из громких убийств в современности стало покушение на 35-летнего президента США Джона Кеннеди, который был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Исполнитель убийства Ли Харви Освальд был устранен Джеком Руби, находившись под стражей. В официальных заявлениях прозвучало, что якобы Руби убил Освальда по личным мотивам и не был связан с какой-либо организацией. Спустя 59 лет убийство Кеннеди по-прежнему вызывает много вопросов. Инцидент оброс большим числом теории заговора. На экран даже вышел фильм «Убийство Кеннеди». Первая и единственная женщина премьер-министра Индии, Индира Ганди, также входит в число убитых лидеров. Убийство премьер-министра Индии было совершено 31 октября 1984 года двумя охранниками сикхами. Поводом к устранению индийского лидера послужил якобы её приказ о проведении военного рейда в Золотом храме, принадлежащем сикхам. Эта смерть произошла вообще просто в уникальных обстоятельствах. Индира Ганди выходила из своей резиденции. Она направлялась на интервью с известным английским актером, драматургом, писателем Питером Устиновым. И в этот день 1984 года, 31 октября 1984 года, она решила одеться в традиционный индийский наряд сари-шафранового цвета, отказавшись надеть под низ бронежилет. Это стоило ей жизни, потому что на неё уже, по сути дела, была объявлена. В итоге, когда она выходила 31 октября 1984 года из своей резиденции, два охранника Сингха, Беанг Синг и Сатфанг Сингх, выстрелили в неё из стрелкового оружия. Попыткам покушения подвергались также многие политические лидеры Турции. Одно из таких покушений было совершено греком на бывшего премьер-министра Турции Бюлент Эджавита в США. Другое покушение было совершено 29 мая 1977 года в районе Чигли в Измире. Инцидент произошёл в тот момент, когда Эджавит садился в автобус в рамках подготовки к митингу. Другое покушение было совершено на Тургутово-зала, когда он занимал пост премьер-министра. Инцидент произошёл в Анкаре 18 июня 1988 года во время выступления на трибуне на съезд своей партии «Родина». Покушавшимся на жизнь Озала оказался некий картал-домирога. Хотя политик получил лёгкое ранение, он завершил свою речь, вновь поднявшись на трибуну. К счастью, политические убийства происходят крайне редко. Но когда они происходят, то последствия могут быть очень серьёзными. Из этого можно сделать вывод, что ни одна политическая или публичная фигура не может вести себя слишком свободно. Им необходима секретная служба охраны, которая обладала бы необходимыми техническими возможностями для перехвата сообщений и имела бы специальных наблюдателей в толпе. Но в то же время это нужно делать очень осторожно, чтобы публичная фигура не теряла связь с людьми. В Пакистане первая в истории мусульманской страны женщина-премьер-министр Беназир Бхутта не только была дважды в первых рядах руководства страны, но и подвергалась судебному преследованию и даже была вынуждена обижать и страны. Вернувшись в Исламабад в 2007 году, Беназир Бхутта сразу включилась в политический процесс в Пакистане и вступила в жёсткую конфронтацию с президентом страны Первизом Мушарафом. Женщина-политик всегда считалась сторонницей военной элиты и эстаблишмента, желавшего ограничить влияние религии на жизнь страны. Бывший премьер-министр подверглась первому покушению в октябре 2007 года. Тогда Бхутта не пострадала, но в результате взрыва погибли по меньшей мере 130 человек, ещё 500 получили ранения. Вторая попытка теракта против политика была предпринята 27 декабря 2007 года. Смертник в ходе митинга выстрелил в Беназир Бхутта дважды, после чего привёл в действие взрывчатку. Первая женщина, премьер-министр в истории Пакистана, умерла в госпитале, не приходя в сознание. Беновша Назарова, CBC Федеральный Верховный суд Бразилии включил бывшего президента страны Жайра Балсана Руф в список фигурантов расследования о погромах в столице страны. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil. Уточняется, что для выяснения состава участников манифестации следственная группа открыла 7 дел. Расследования ведутся по статье о терроризме, участии в ОПГ, преступлениях против демократического государственного устройства, попытке госпереворота, а также угрозах и преследовании. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный Верховный суд с просьбой проверить причастность Жайра Балсана Руф к погромам в столице страны. Прокуратуре полагают, что экс-президентом может быть одним из идеологов и подстрекателей насильственных акций протеста. Напомним, что 8 января сторонникам проигравшего на выборах Балсанару захватили здание Конгресса в городе Бразилия и другие государственные объекты. Позднее силовики смогли вернуть ситуацию под свой контроль. За участие в беспорядках было задержано около 2000 человек, которым теперь может грозить 12 лет тюремного заключения. Число дорог, перекрытых антиправительственными демонстрантами в Перу достигло рекордного значения. Об этом сообщили в Управлении наземного пассажирского и грузового транспорта Перу. Дороги были перекрыты в 83 местах, расположенных в 8 регионах страны. Наиболее пострадавшими оказались департаменты Пуно и Куско, где зафиксировано 30 из 18 перекрытий соответственно. Более 300 человек были задержаны за участие в столкновениях и беспорядках, об этом сообщила Генеральная прокуратура страны. Там инициировали 8 расследований в связи с гибелью людей в ходе протестов. Ведомство располагает данными о 42 погибших и 531. пострадавшим, из которых 176 полицейские. В свою очередь, президент Перу Дина Блуарте попросила прощения за то, что не смогла предотвратить гибель участников антиправительственных выступлений. Государство в долгу перед простыми жителями Перу. Я в очередной раз выражаю скольп в связи с гибелью перуанцев в ходе акции протеста, как гражданских лиц, так и мужественного полицейского, который столь трагически ушел из жизни. Я прошу прощения за эту ситуацию и за то, что было сделано недостаточно для предотвращения этих трагических событий. Торнадо, бушующий в американском штате Алабама, унес жизни уже девяти человек, как сообщает агентство со ссылкой на главу управления по чрезвычайным ситуациям. По оценкам власти, от 40 до 50 домов были повреждены в результате непогоды. В соседней Джорджии непогода унесла жизнь одного жителя. Также сообщается, что более 12 человек получили ранения. В Джорджии и Алабаме без электричества остаются более 65,5 тысяч и 32,5 тысяч. Непогода уже несколько недель становится источником бедствия в разных регионах США. Ранее в Калифорнии зимние штормы и наводнения унесли жизни по меньшей мере 12 жителей штата. Только за один день Национальная метеорологическая служба США зафиксировала в регионе более 35 торнадо и сильных штормов. Самый мощный удар стихии пришелся на центральное графство штата Алабама. Скорость ветра достигала 220 км в час. Последние годы разрушительные торнадо стали чаще обрушиваться на США. Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает участившиеся стихийные бедствия следствием глобального изменения климата. Борьбу с ним американский лидер сделал одним из приоритетов своей политики. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с телеканалом CBC. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok